всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале и сегодня я снова с вами а вы со мной вот уже наступил вечер поделаны все какие-то дела у меня и думаю нужно с вами поболтать и тема для разговора как всегда есть и тема опять у которой я непосредственный участник как бы но часто часто мы ну как наблюдаем у других людей там смотрим видео что люди жалуются блогеры жалуются на подписчиков ну просто на зрителей на гостей канала да что пишут и не дай бог что ну пускаются в разные формы оскорблений там в рану по-разному реагируют на те или иные события на которые даже и реагировать и не стоит как бы но бывает на безобидное видео могут написать все что угодно все что угодно вообще ну я тоже попала под раздачу ребята но пишут бывает часто какие-то там не то что негативные до комментарии но бывают смешные пишут я не перестаю удивляться и но смеяться иногда и с вами иногда делюсь такие нелепые бывают смешные комментарии что хоть ты хоть падай диву даешься на людей на таких я же уже говорила вам про комментарии что мне писали его о лучше делом занялась разговариваешь тут я зашла случайно тебе а ты тут разговариваешь ну я посмеялась и всего там кое-что и написала тоже безобидная тоже в суточной форме и все да даже не блокировала человека но каждый из нас тоже должен не то что понять да решить для себя что он хочет показать миру просто решить для себя вот это вот а потом уже обижаться на комментарии не обижаться ну вы знаете я не выпускаю никакого треш контента я показываю себя такой какой я есть без грима там всякого могу ну как и без прям без подготовки без макияжа там что-то по дому показываю своих животных ну все такое но иногда рассказываю какие-то там истории да и не это не то что там выдуманные ну даже были выдуманные ну кем-то у людей то есть они истории которые я подглядела например в интернете у меня есть на это своя версия история я ни в коем случае не делаю обзор ни на кого оно мне не надо просто иногда удивляюсь ситуации и хочу сейчас с вами поделиться вот ситуацией которая со мной случилась после видео о том что моя мама помогла одной девушке ну вроде посторонние ничего не писали там плохого в крайнем случае наоборот горят ой и какая интересная история молодец ваша мама ну такое все но хорошая нормально слова да даже если бы это была конструктивная какая-то критика то ну как можно там что-то учесть для себя принять во внимание ну почему нет ну нет написал один блогер хоть стой хоть падай ребята ну для людей скажу так да все мы знаем особенно блогеры люди кто не в теме те тоже не знают наверное этого что есть просто подписчики ну которые подписаны по иным тем или иным причинам на тебя там на какие-то твои видео да просто подписаны или ну как или что-то понравилось или наоборот не понравилось но следит за твоей там жизнью деятельностью а есть люди блогеры которые подписаны на взаимных подписках и это разные люди вот тем кто просто подписан ну как уже не то что прощаешь да не обращаешь внимание человек подписался может быть и и писать тебе один негатив может не знаем это но по взаимным подпискам ребята то что мне написали встречаю это впервые ну помните видео наверное моё когда я случайно увидела в интернете как один блогер занимался благотворительно но можно так сказать занимался благотворительностью отдавал свои вещи был людям просто через интернет без всякого там этого без всяких там каких-то обвиняков потом что-то там получилось не знаю может быть ну как хотел он чтоб отблагодарили его но никто не поблагодарил наоборот там обсудили и она разразилась гневом и я рассказала историю как моя мама помогла со своими соседками помогла одной девушке выжить в этой жизни и стать заново на ноги да ну и что кто смотрел там кто это но люди писали комментарии я в этом видео никого не оскорбляла как всегда я же не оскорбляю да не просто выражая свое мнение я не указывал там канал где-то посмотрела за ту благотворительность вообще просто я рассказал про ситуацию какие ситуации бывают противоположные и все и все но писали там то писал мама ваша молодец там кто интересно послушать ну всегда такое интересно может быть и действительно послушать какие-то ну правдивые интересные истории но не тут то было я представьте захожу на канал у меня комментарий от блогера который подписан на меня года два уже и я подписана на этого блогера ну и что пишет уважаемый блогер сплетница баба базарная тетя мотя ха 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 я такая и ребята я офигела честно понимаете каждый из вас знает что я могу написать да и знать что я никогда никого не оскорблю в комментариях зачем на чужих каналах зачем срать нравится тебе это видео не нравится но веди себя корректно просто я даже на чужих там даже не на взаимных подписках я никогда не напишу плохого я просто не напишу если мне что-то там не понравилось зачем оно мне надо эти баталии эти там бои без правил да потом ну посмотрела посмотрела выразила свое мнение как где-то там может быть у себя не называя канал или вообще промолчала но это написать да это что значит это значит то что вот этот вот вот это вот чудотворица не смотрела мое видео ну так получается да по хитрому она начала смотреть когда был рассказ про благотворительность блогера что дает свои вещи и все и все да и даже и это посмотрела а какие там сплетни если у человека есть это видео где она возмущается где ну и первое видео когда она предлагала свои вещи и второе есть ну коротко скажу о том человеке этот блогер взаимщик у меня на канале давно предложил мне сам предложила взаимные подписки сама года два назад значит что там значит там человек видимо живет в москве там или работает в москве ну в москву снимает в москву снимает такое избитые темы избитые темы типа ВДНХ какие то фонтаны как вечный огонь вот снимала там минут не знаю восемь или десять вечный огонь и все это молча все это ну ну скучновато что могу сказать это скучно и мне вот такое написать сплетница тетя мотя базарная ну я не знаю ребята чтобы это меня оскорбило обидело там прямо до глубины души нет не то что нет но но меня это поразило человек да которому ты делал только добро на его там ничем на видео ну как ничем ну ни о чем видео да с пятнадцатого года канал он не развивается все на одном месте топчется а то показывают что то там и вот такое ни с того ни с сего ну не хочешь писать не пиши и давно я уже к ней не заходила как бы ну всех знаете всех не хватит чтоб всем написать уже или сам увидишь что вышло новое у человека перед тобой раз в рекомендациях тогда ты заходишь да или заходишь к постоянным людям которые у тебя там или они тебе заходят и ты ответный визит делаешь ну блогеры знают как это происходит знают во взаимных подписках нет ничего такого не знаю может быть ну 90 процентов блогеров пользуются взаимными подписками взаимными подписками почему потому что если вы открыли блог да если у вас не работает команда если вы не платили рекламу не заказывали рекламы то вряд ли вряд ли прям взлетит ваш канал там куда то там очень тяжело раскрутить свой канал кто там тебя знает если ты нигде там не участвуешь вот я еще рекламу не делала каналу нигде вообще не пишу там на каналах ни на каких чтоб на меня обращали внимание еще как бы мне не до того а тут вдруг такое да 10 процентов из блогеров не пользуются взаимная подписка а то им меньше и какие это блоги это или мастер-классы что людям интересно люди смотрят или трэш-контент что люди смотрят людям что что-то случилось будем вот сами заметьте напишите ну как напишем вот позитивное название не особо не особо люди клюют а тут а напишешь шок ужас что-то случилось да налетят и сразу будут смотреть там не знаю а простые хорошие видео не сильно и смотрят не сильно пользуются успехом прям не знаю в какой топ нужно взлететь и поэтому многие блогеры пользуются взаимными подписками и не отказываются дружить взаимно почему нет мы многие из нас так нашли себе действительно друзей с которыми деловые отношения перешли действительно в дружбу там какое-то взаимное сотрудничество что такого кто-то развивается с кем-то начинали вместе уже у кого-то много подписчиков у кого-то меньше ну вот это такое это жизнь каждый из нас ну как знает для чего он развивает свои темы свой блог кто-то для себя не стремится там набрать подписчиков кто-то поменял и название уже и темы поменял и контент другой уже делает мы учимся на своих ошибках первые видео мои кардинально отличаются от вот этих что есть кардинально прямо как бы друг другу даже иногда подсказываем что-то с кем тесно общаемся например ну такое просто взаимоотношения такие да а тут тебе бах ни с того ни с сего это представьте человек сколько лет сидел да тихо по-тихому не росли там например у взаимщика у твоего подписки так на одном месте или там ничего не менялось на канале он все по-хорошему а только увидала что человек начал как-то видно расти развиваться да и задавила жаба я не говорю что это зависть я вообще не понимаю что это за чувства ребята не понимаю просто кто б из вас не знаю я не могу представить чтоб я кому-то из вас именно по взаимным подпискам потому что по другим я не пишу никому я могу посмотреть на чужом канале видео но я никогда не пишу оно мне не надо влезть какие-то там взаимоотношения на чужих каналах но я никогда с теми с кем у меня контакт нравится мне видео не нравится есть какие-то не то чтобы претензии да ну казалось бы замечание там по видео там что-нибудь подсказать я промолчу лучше что человек на своем канале сам решает что он показывает как он это показывает как он это видит свое творчество что лезть указывать не ну если это конструктивная критика была бы это одно но если это оскорбление да человек меня не знает кто я что я ну оно живет в москве москва значит считать что выше на какую-то ступень нас ну так получается потому что снимает москву ну и что мы знаем тоже все город москву хороший город но есть много еще разных городов и поселков которые не хуже столицы нашей родины да разве географическое расположение имеет значение человеческим качеством человеческим каким-то взаимоотношением к уважению к другим к окружающим я не знаю ребята волосами щекотно что-то волосы попали ну вот это вот вот это ну представьте меня вот поразило до глубины души вообще а мы сетуем там на каких-то приходящих уходящих зрителей которые нас вообще не знают кто мы что мы да и что-то написал мы ой такие всякие на нас написали да это с тобой человек который общался ударит так что ты и подняться не сможешь ну получается так сидела сидела тихо да решила бах только и за что что там в оскорбительной форме а потом мы жалуемся ой нас обижают да есть блогеры еще похлеще зрителей хейтеров но получается уже я не первая вижу такого блогера то одна сидит там междунациональную рознь разжигает я вот за не русского вышла замуж а русские все алкаши наркоманы то показывают в негативном свете свою семью какую-то своего мужа там детей в каком-то а потом ой у меня хейтеры да да вообще даже даже знаете не могу подобрать слова я понимаю если бы у человека был трэш-контент какой-то там что-то черти что показывала черти что рассказывала ты чего совсем даже и по взаимной подписке бы я же ну как я вам говорила даже когда начались боевые действия спецоперация я кто сильно там вот это вот показывал и рассказывал я не писала у них я писала если вон человек мне напишет я писала на ранних видео что-то если я пропустила там у него а не лезла в эту войну где писали вот такие-сякие будьте прокляты проклятия там где рассказывали там небылицы я в это вообще ну как даже в это и не лезла а не то что там ну не знаю просто нету слов ну знаете я написала этому человеку написала так что нужно иметь к окружающим просто элементарное уважение с учетом того что вам никогда не писали негативных комментариев а писали под вашими никакими видео никчемными видео ни о чем видео писали только хорошее просто из исходя из со своего воспитания что просто так на ровном месте я не могу оскорбить человека и не хочу даже она видит свой канал так а я так вот это написала ребята и просто заблокировала все а мы потом хотим что-то от посторонних вообще людей да если получается твои коллеги там твои какие-то позитивные люди как ты считал их раньше до того могут опуститься до вот такого вот ну вот и все наверное на сегодня что я хотела вам рассказать ребята всего вам самого доброго и хорошего всем ребята пока